Ремонт снаряжения для дайвинга Гофр и шланг, я думаю, вы знаете. Он закреплен двумя обычными пластиковыми хомутами. Поэтому берем хомут, просто их обламываем и вынимаем. Дальше нам надо снять эту кнопку, эту кнопку и вытащить, отвинтить вот эту деталь. Начнем с этой детали, как с наиболее простой. Включим ее, отвинчиваем. Дальше. Чтобы снять эту кнопку, нам понадобится специальный инструмент. Нам понадобится выкрутить вот эту металлическую гайку, которая находится внутри. Чтобы ее выкрутить, нужен либо специальный инструмент, либо приспособление, которое я изготовил сам. В магазине инструмента был куплен вот такой инструмент китайского производства. Стоит он чуть дешевле, чем бутылка пива. И дальше он был доработан обычным напильником. То есть я сточил немного металла на этих окончаниях, чтобы по диаметру это подходило к нашей гайке. Вот. Берем этот инструмент, вставляем в прорези этой гайки и просто выкручиваем. Так. Сняли. Теперь надо демонтировать вот эту кнопку. Чтобы ее демонтировать, нам надо зафиксировать болт, головку болта, которая находится внутри. Да. У некоторых инфляторов там внутри находится шестигранник. У меня не очень удобный вариант. У меня там находится обычная головка болта, шестигранная. Я думаю, что на 14 мм нужна головка. У меня нет тонкостенной головки, которая бы туда могла зайти. В принципе, если у вас есть длинная такая высокая головка, то в принципе можно использовать ее. Но у меня нет, поэтому я просто зафиксирую болт напильником и постараюсь открутить это вручную. Откручиваем. Снимаем. Достаем. Ну, все, собственно, все мы разобрали. Как можете сами видеть, все окисленно. У ринги все грязные. На них много всякого мусора. Все это надо чистить. А, да, еще надо разобрать вот эту кнопку. Поэтому, опять же, это все можно сделать вручную. Так, сняли эту кнопку и вытащили. Да, вот теперь точно у нас все разобрано. Вы видите, что у нас есть тут достаточно много орингов, которые, если они у вас есть, желательно поменять. Если нет, ну, хотя бы обслужить. Конечно, шея силоринг поврежден, его придется менять 100%. Вот, в принципе, оринги здесь практически все в более-менее живом состоянии, за исключением одного. Для того, чтобы их поменять, я приобрел вот такой вот пакетик. Называется набор орингов для инфлятора. В магазине он продается вот именно так, в пакетике, по крайней мере, у нас без каких-либо обозначений. Я думаю, что это стандартный пакет с орингами, который можно купить нам в магазине Dive Gear Express через интернет. Стоит он недорого. Сейчас нам надо с вами снять оринги. В одном из комментариев к моему видео было написано, что вот, он использует металлический инструмент, которым можно повредить оринги. Металлический инструмент я использую только тогда, когда оринги идут под стопроцентную замену. Или когда невозможно просто без него обойтись. Чтобы просто снять оринг, я использую обычный метод. То есть зажимаем оринг пальцами, вытягиваем его и дальше он легко снимается. Так, я сейчас сниму все оринги и отправлю все детали в чистку. Так, все детали мы вынули из чистки, промыли. Заменили все оринги, которые надо будет поменять на новые. Сейчас начнем смазывать. Мы смажем сразу все оринги. Использовать я буду традиционно кислородную смазку. Хотя для инфлятора можно использовать спокойно обычную силиконовую смазку. Я просто не знаю, что должно произойти под водой, чтобы мне пришлось поддуваться кислородом или жирным найтроксом. Но просто так, как я часто ныряю на ребризерах, я традиционно все смазываю только кислородной смазкой. Оринги смазаны, приступаем к сборке. Аккуратно надеваем оринги на все детали. Осталось надеть самые маленькие. И самые трудно одеваемые оринги. Очень важно их и не повредить. Поэтому работаем не спеша, а аккуратно. Теперь я еще нанесу немного смазки на оринги, потому что часть я стер с них во время того, когда их вставил на место. Также смажу непосредственно сами детали в тех местах, где они трутся по корпус. Теперь все начинаем ставить в корпус инфлятора. Начинаем сборку с кнопки сброса. Вставляем наш винт. Прикручиваем. Прикручиваем. Опять надо фиксировать подручными средствами. Великолепно все ходит. Дальше на место ставим вот эту детальку. Собираем эту деталь. Ставим пружинку. Наворачиваем кнопку. Собрали и теперь ставим это все на место. Заворачиваем вручную, насколько можно. И дальше опять наш самодельный инструмент. Все. Мы обслужили наш инфлятор. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал о дайвинге и путешествиях. И очень ждем ваших комментариев, откликов на наши видео, а также пожеланий о видео об обслуживании какого оборудования вы бы хотели увидеть. Продолжение следует. Продолжение следует...